Всем привет! Это программа Чё Почём с Павлом Качом на канале Годный Крафт. Сегодня у нас понедельник. Обычно видосики программы Чё Почём я записываю в среду или в четверг, чтобы выпустить их в четверг или в пятницу. Но сегодня ситуация нетипичная. Впереди у меня сложная неделька будет. И я решил задачу съёмки видео закрыть уже в понедельник, чтобы в четверг его там выпустить или в пятницу. И не ебать себе мозги никаким образом, потому что неделька будет сложная, до хрена всяких дел запланировано, достаточно трудоёмких, и отвлекаться на что-то ещё я как бы не планирую. Ввиду этого я как бы и подготовиться-то особо не успел никаким образом. Соответственно, тема сегодня будет такая максимально пиздобольская. Тема моего опыта в 3D-печати. Сложилась такая забавная ситуация, что вы, мои дорогие зрители, относитесь ко мне достаточно лояльно. И эта самая лояльность порождает такой феномен искажённого восприятия моей персоны. Вы преувеличиваете немного мои компетенции во всяких разных областях, которыми я так или иначе занимаюсь. Именно в плане 3D-печати вот эти ваши искажения максимально высоки. Неоднократно получалась такая ситуация, что те из вас, кто заказывал у меня 3D-печать, те, с кем мы каким-то образом пытались найти какие-то решения в плане 3D-печати, вы как-то сильно уверены в том, что я являюсь специалистом в этих вопросах. И это видео как раз, наверное, отчасти призвано развенчать эти ваши убеждения в этом смысле. Специалистом в 3D-печати я не являюсь от слова, ну, совсем. Я просто беру машину, я на нём что-то там печатаю и выдаю результат. Так уж сложилась ситуация, что те машины, которые мне пришлись по душе, они с завода обладают прям очень хорошими такими характеристиками и позволяют печатать точно прямо из коробки. При этом настройка их максимально простая и они для меня очень удобные. В связи со всем этим я в этом видео хотел бы вам немножечко рассказать о том, каков мой путь в 3D-печати и что именно о 3D-печати, короче, я знаю. Чтобы вы не питали каких-то там иллюзий, короче, сегодня разрушаем мифы о моей специализации, скажем так. Моё знакомство с 3D-печатью состоялось в промежутке от 5 до 8 лет назад с подачи Андрея Золотоева. Я неоднократно вас знакомил уже с этим человеком. На канале есть даже отдельное видео с обзором одной его работы, над которой и я тоже принимал участие. Как раз когда мы занимались разработкой роботов для шоу всяких разных, мне был предоставлен 3D-принтер. И я тогда как раз уже занимался 3D-моделированием под печать. Моей задачей было разработка вот этих корпусов для этих роботов и их печать, обработка и всё в этом духе. Тогда первый принтер, который попал в моё распоряжение, это был принтер от конторы Tevo, Black Widow или же Черная Вдова. На тот момент этот принтер считался чуть ли не самым охерительным принтером вообще из всех, что существует на планете. Я никакого опыта с другими принтерами не имел, поэтому считал, что это действительно так. Он стоял у меня прямо дома, у него был короб, чтобы сохранять тепло и чтобы печатать АБС пластиком, чтобы он там не трескался. Я на нём делал детальки, я на нём печатал, и я охреневал, как же это круто. Если с принтером случались какие-то сложности, проблемы механического плана, я никак не мог их решить. И для решения этих задач, всяких проблем механического плана, я всегда приглашал Андрея, чтобы он эти вопросы решал. И он, собственно, эти вопросы успешно решал. Я тогда даже не думал пытаться решать эти вопросы. Я занимался такой дичью, что не я подстраивал принтер под свои нужды, а сам подстраивался под принтер. Откровенно говоря, эта тема происходит со мной и сейчас. Я не настраиваю оборудование, я сам настраиваюсь под оборудование до сих пор. Это весь мой уровень. Попечатав со вдовой, в мои руки попал какой-то дельта-принтер с новой кинематикой. Если тот был дрыгалка или там драгостол, или как их там правильно называют, я хрен его знает даже, то мне попал принтер с дельта-кинематикой. Это такая кинематика, где стол неподвижный, круглый, и это позволяет избегать всяких там вибраций, соответственно, растрескиваний, всяких там дефектов печати типа. И скорость печати тоже от этого как бы в теории поднимается. Это был на тот момент один из первых принтеров у нас опять же с дельта-кинематикой. Мне его опять же предоставили, говорят, вот разбирайся, давай эту херень забаровать. Я с ней ебался-ебался, 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 наебался с ней от души и нихера не забаровал, естественно. Андрей тоже пытался эту тему забороть. Мы общались там с разными ребятами. Выяснилось, что так как технология на тот момент была еще сырая, не шибко-то получалось забороть всякие разные дефекты печати, которые характерны именно для такого типа кинематики. И мы прикинули и поняли, что дельта-кинематика для нас вообще как бы ну не вариант, что это полный дерьмичек, кал и гон. И мы на дрыгалках как бы остановились. Несколько лет прошло. Андрей-то переехал на Эндеры. А мне понравились принтеры конторы Kingroom, а именно КП-3. На тот момент был у них только один единственный принтер, Kingroom КП-3. И он мне понравился тем, что он компактный. Он имел поле печати 180 на 180 на 180 мм, такой кубик. Это, естественно, очень мало по сравнению с той же Черной Вдовой, с теми же Эндерами. Но для меня это никогда проблемой не было, потому что я уже тогда умел моделировать по 3D-печать, умел работать с моделями, то есть нарезать, склеить потом. Для меня вообще никаких проблем это никогда не вызывало. Меня при этом очень сильно подкупало то, что этот принтер, он был миниатюрный, очень простой в сборке. У него менюшка сразу была на русском языке. У него был сенсорный дисплей, и то качество печати, которое я от него получал, было намного выше, чем я получал от принтера Черная Вдова. И это прямо из коробки. Этот принтер был миниатюрный. В разобранном виде он занимал очень мало места. Меня это пипец как привлекало, потому что я тогда уже в соответствии с планами, которые строил на свою жизнь, понимал, что я буду перемещаться по всей России, и я должен быть достаточно мобильным. И мое оборудование также должно быть мобильным. Именно линейка КП-3 соответствует этим требованиям мобильности, и поэтому я до сих пор являюсь ее любителем, и использую только эти принтеры. Я печатал на этом 3D принтере, и при этом я использовал только стоковый софт. Я никак не улучшал этот принтер. Далее я увидел принтер Kingroom КП-3S. Это была новая версия из линейки Kingroom КП-3. Там производитель заявлял, что уже у них 32-битная плата управления, Direct Extruder, и вот эти два момента, в дополнение ко всем тем плюсам, которые имела уже модель КП-3, меня прям очень сильно подкупили, и ценник был просто очень вкусный. 10 тысяч рублей. Цена та же, что за КП-3, только круче. Я купил этот принтер, и тут понеслась. Качество печати еще лучше. Опять же, из коробки. Такая же простая сборка, только еще сука проще. И это все так же при этих самых миниатюрных размерах. Это первый принтер, который я обслуживал. И обслуживал я его всего один раз в жизни. Так уж получилось, что в определенный момент случилась какая-то хрень. Я не мог вставить в него пруток. Короче, там что-то забилось у него. В итоге мне пришлось разобрать печатную голову. И я понял, что я изнахратил тефлоновую трубку, которая находится внутри радиатора. Это было мое первое и единственное знакомство с механикой 3D принтера. Кстати, нет, не единственное и не первое. Я сейчас вспомнил, что когда я уже имел этот принтер, я поехал в Сочи. И некоторое время мы работали с мастерской Crazy Craft в Сочи. Об этих ребятах вы, наверное, опять же могли видеть из моих каких-то блогов, не блогов, не знаю. В любом случае, вы познакомиться с их работами можете по ссылке в описании. Как и на Андрея, ссылочку я оставляю в описании. И когда я работал с ними, я познакомился плотнее с принтерами Delta Kinematic. У них было тогда, по-моему, целых три принтера, которые печатали весьма сносно. Тогда прошло уже немало времени с моего первого знакомства с Delta Kinematic. И Delta Kinematic с тех пор была неплохо, софтверно уже так доработана. Соответственно, тех проблем, которые я испытывал на первых порах при знакомстве с Delta'ами, уже не возникало. При этом устройство печатных бошек у тех принтеров у ребят было максимально простое. Но они также у них забивали. И достаточно часто приходилось нам эти бошки разбирать. И тогда я впервые познакомился с тем, как устроена бошка. Как раз выполнял те самые операции, чтобы ничего не мешало прутку проходить. С тех пор из Сочи я уехал с ребятами, мы закончили наше сотрудничество. И вот я, почерпнув у них опыт работы с этими Delta'ами, я понял, что на свой вот этот принтер стоит установить сопло большего диаметра. Я установил на него сопло диаметром 0,8 мм. И этот принтер в моих задачах, вот этого такого оперативного прототипирования, мне очень сильно помогал. На заказ я тогда еще не печатал. Печатал только для себя. Этот принтер именно в этой конфигурации до сих пор у меня работает и выполняет эти самые задачи быстрого прототипирования. И вот, значит, я работаю с этим принтером. В хуй не дую, мне все нравится. Вообще прекрасная вещь. И тут мне на глаза попадается, что контора Kingroon выпустила новый принтер. Kingroon KP3S PRO. Все те преимущества, которые имела версия Kingroon KP3S, они также остались. Но были еще охеренные улучшения. Теперь блок питания внутри корпуса принтера, что опять же уменьшало габарит всей конструкции с одной стороны. Но с другой стороны была увеличена область печати. Теперь это 200 мм по всем трём осям. Принтер этой модели мне достался уже не новый. Этот принтер был дороже и мне не очень нравилась цена на него. И поэтому мне на глаза как-то на авито попался бэушный такой принтер. И этот принтер был доработан. Были регулировки стола не на пружинках, а владелец этого принтера доработал и вставил вместо пружинку туда силиконовые проставки. А также у этого принтера была следующая доработка, что у него был термобарьер, который не нужно устанавливать в тефлоновую трубочку. А с тефлоновой трубочкой я очень сильно наебался в одно время. И я такой подумал, вау, это же всегда будет успешно втыкаться, значит, круток. Меня эти моментики соблазнили. Я взял этот принтер с небольшими такими доработками. Он был охренительно обслужим. Его владелец делал с этим принтером то, чего я ни разу никогда ни с одним из своих принтеров не делал. Я никогда ничего не смазывал. Он просто у меня ебашит, печатает. Я немножечко что-то там меняю, подтягиваю, может быть, вот не более того. И они у меня все абсолютно без обслуживания. Вот этот КП-3С до сих пор у меня не обслуживался ни разу. А тот был охренительно обслуженный. У него были все ящики промазаны. Вот эти шестереночки все промазаны. Впервые у меня закралась мысль, что, блин, как же круто он печатает. И что для поддержания вот этого вот качества печати нужно как бы заниматься техобслуживанием принтеров. Он у меня используется в основном для печати особо точных вещей. Сейчас вышли новые версии в линейке Kingroom KP-3, которые уже идут на новой прошивке, на клипере, я так понял, с завода. По информации, которую я знаю, которая позволяет печатать на каких-то супервысоких скоростях сейчас, очень много принтеров. В последнее время, да, задался очень нихреновый тренд на высокоскоростную печать. Для этого даже выпускают особые виды пластиков, со скоростью всяко-разно работают, настраивают, выжимают из принтеров просто максимум. Но я пока не тороплюсь брать новую версию этого принтера. Я понимаю, что при моих познаниях в теме 3D-печати приобретать такой принтер, наверное, не совсем целесообразно. Мне нужно бы изучить этот вопросик. Мне нужно стать более прошаренным в теме 3D-печати. Совсем недавно YouTube начал мне рекомендовать видосики одного инженера, который в этих видео знакомит нас со слайсером Orca. И он говорит, что это чуть ли не лучший слайсер для 3D-печати. И я смотрю его видео, я думаю, ага, действительно, это же гораздо лучше, чем Кура. Сегодня решил, что я начну вникать в эту 3D-печать. И я установлю этот Orca-слайсер. Я разберусь со всеми его настройками, какими бы сложными они мне ни казались. Начну печатать на этом и на том принтере, на своем втором. Именно через Orca-слайсер. Мне очень понравилось то, что в самом слайсер уже есть калибровочные тесты. Их несколько, которые позволяют достаточно просто тебе добиться наивысшего качества печати на той конфигурации, которую ты имеешь. Установил я, значит, этот Orca-слайсер. Попытался я к нему подключить свои принтеры. И в пресетах совершенно нет тех моделей принтеров, которые мне нужны. Судя по всему, мне придется для этих задач перепрошивать этот принтер. Либо на прошивку Marlin, либо на прошивку... Ну, скоростную-то я эту, блядь. Забыл, как она называется. Я понял, что тот принтер, он, в принципе, мне и в стоке нравится. А вот этот принтер мне как бы не мешало бы и обслужить его механическую составляющую. Мне не мешало бы каким-то образом повысить его качество печати. Попробовать выжать все, что можно из него. И с помощью Orca-слайсера я как раз мог бы это делать, наверное, более просто. Именно это навело меня на мысль, что нужно разбираться сейчас в 3D-печати. Переставать быть этим самым нубом. И начинать изучать устройства этих принтеров. С прошивкой пытаться с их работать. Не адаптироваться под оборудование, а оборудование адаптировать под себя. Вот только сейчас к этому я пришел спустя 5 или 8 лет своего опыта в 3D-печати. Надо отдать должное производителям. Производители охренительно эволюционируют. И выпускают такое оборудование сейчас на рынке, которое прямо из коробки печатает заебись. Ну так же получилось, что раз вот из этого принтера я хочу выжимать максимум, а его нет в базе Orca-слайсер, мне придется его перепрошивать. Из-за этого у меня возникли разные вопросы. То есть, какую прошивку предпочесть, опять же. Какие преимущества дает та или иная прошивка. И для того, чтобы сделать правильные выборы и правильно это все настраивать, это придется изучить. Придется изучить все эти новые термины. Мне придется изучить все вот эти вот моменты касательно 3D-печати. Стать более прошаренным в этом вопросе чуваком. В связи с этим, небольшой анонс, ребята. На канале в скором времени появится новый плейлист, который будет посвящен именно продвинутой 3D-печати. В котором я буду выпускать видосики по 3D-печати, по обслуживанию машин, по их настройке. Я буду делиться своим опытом изучения всей этой темы в теории и на практике. В свойственной мне манере все систематизировать. Я считаю, что эта тема очень простая. И сложности тут только в том, что информации по этой теме великое множество. И вот когда видишь много всякой информации, можно нашпиговать свой мозг всякой хуйней. Которая в общем и целом будет верная, но верная она часто бывает только в частных случаях. Я это уже понял сегодня, когда пытался разобраться с оркой и со всякими новыми прошивками. На этом я этот выпуск заканчиваю. Спасибо за просмотр. Напишите в комментариях то, насколько вам интересно 3D-печать. Занимаетесь ли вы сами 3D-печатью? Какой у вас опыт? На каких машинах вы печатаете? Насколько вы продвинуты в этом вопросе? Мне вот это вот тоже будет интересно узнать. Ну и наверное все на этом. Спасибо за просмотр и пока. До встречи на следующей неделе.